всем доброго времени суток вы на канале дача лайф и сегодня у нас речь пойдет о такой накипевшие теме как применение калия монофосфата это такое высокоэффективное водорастворимое удобрение которое сейчас очень популярно в магазинах пропадает прилавков как горячие пирожки благодаря хорошей рекламе и в общем то в принципе его свойством потому то что про него пишут что как бы это быстрая доставка фосфора в растений на растение это правда но есть очень много подводных камней которых видимо мало кто знает и вот поэтому я приготовил вам сейчас такую импровизированную лабораторию чтобы показать вообще что он из себя делает вообще что он может сделать с вашей почвой о чем вы не догадываетесь вот у нас в стаканчиках находится синенькая это медный купорос зелененькая железный купорос и в последнем то этом вот это наш калия монофосфат о чем хочется поговорить что вот железный медный купорос и железный купорос это соли металлов взяли их для примера можно было конечно взять еще и магний цинк там ваназий молибден и так далее ну в общем то особого смысла нету суть в чем вот он купорос видите раствор прозрачный абсолютно все этот раствор прозрачный железный тоже давайте их смешаем часть железный медного чая железный мы видим что у нас произошло то ничего у нас не произошло цвет поменялся потому что один с другим смешался мы видим смотрите полностью прозрачная жидкость это полностью прозрачная жидкость это полностью теперь у нас есть смесь медный и железный медный и железный а вот это наш калия монофосфат сейчас я его волью во все три пробирки и потом расскажу что происходит смотрите выливаем воде во второй и в третье вот здесь мы смотрим хоть в одной мы получили прозрачную жидкость нет ничего не просвечивается ведь молоко полное молоко полное молоко здесь еще полное молоко просто ведом а почему потому что у нас теперь в этом растворе вот это вот белое молоко непонятно которое образовалось это то что делает монофосфат калия с вашими микроэлементами в почве независимо от того в какой они форме у вас находится там сульфайте в хелатной форме в какой-то виде там каких-то органических соединений растворимых монофосфат калия их просто осадит вот в такую вот муть если мы очень сильно подождем то вот это вот вся муть она просто на дно сядет в виде порошка вот это вот вот так далее получается что монофосфат калия делает такую злую шутку он вроде бы растение снабжает фосфором и все но лишает их абсолютно всех микроэлементов на какое-то время потому что они конечно пойдут обратно поработают микробики различные будет дальше идти процессы какие-то в почве они вернутся но на это нужно будет время и поэтому польза от фосфора и калия содержащих в монофосфате для вашей рассады именно я говорю почему для рассады потому что рассада растет в замкнутом объеме почвы верни ну корневая система развивается если вы и хотите уже ну горит у вас просто применить в монофосфат калия то не лейте его никогда на всю корневую систему то есть по одной какой-то стеночке чуть-чуть подкормите но чтоб остальной ком им не смачивался корни найдут я вас уверяю что они с одной стороны горшочками именно ваш монофосфат этот воспринимал втянут с другой стороны это другое питание но если вы весь ком промочите тут все ваши микроэлементы превратятся в такое вот молоко просто и осядут осядут просто станут недоступными вообще ни для кого поэтому применять это удобрение можно но как говорится осторожно если не хотите то ну как бы я бы рекомендовал бы вместо монофосфата все-таки пользоваться при перевалке рассады при пикировании просто обычным суперфосфатом или двойным и там или аммонизированным пару горошинок буквально под корень просто закинуть при перевалке и все и на этом вся проблема питания фосфорного будет вообще закончена до высадки в грунт ну если вы этого не сделали и хотите именно вот этим вот монофосфатом скажем так удобрить то мой совет что действительно вот по стеночке аккуратненько полили и в общем-то когда вы не лишитесь микроэлементов потому что если вы их лишитесь то ваши листики начнут желтеть какие-то прожилочки появляться вы будете думать что с моей рассадой ничего просто вы лишили ее обильным поливом хорошим удобрением действительно хорошим но не думаю лишили его просто всех микроэлементов а без железа это без магния там не будет хлорофилл образовываться там без каких-то других элементов что-то другое там ну каждая за что-то свое отвечает они все очень важны они хотя и присутствуют в очень маленьких дозах но они все равно важны и поэтому если удобряете удобряйте как-то аккуратно если вам это видео было полезно подписываемся ставим лайки будет много интересное будем разбираться о совместимости каких-то удобрения применения в общем-то это такая интересная тема хотя я вообще сторонник выращивать скажем рассаду вообще без удобрения я просто на хорошей почве и вполне достаточно хорошую почву чтобы дорасти до пересадки в грунт на новых встреч подписываемся ставим лайки до свидания